Добрый день! В эфире Илья Вонг ТВ. У нас в гостях публицист, писатель, переводчик Лия Артёмовна Аветысян. Самый древний сохранившийся народ. Теперь древний сохранившийся народ сидел без своих имен, ждал, когда появятся на мировой арене персы, жиды и турки, чтобы у них имена перенять. Как это может быть? Это вне человеческой логики. Ну вот я пыталась восстановить эту логику. Хорошо получилось. Беру на себя смелость утверждать, что все древние имена армянские. Сейчас второй этап, потому что не захватив армянский церковный престол, они не смогут превратить Армению в орудие против сил добра. Не смогут. Он что угодно сделает. Он безграмотных фашистов, молодчиков выведет на сцену. Ведь видно, что театр. Мы все полны оптимизма, Армян Аветы. Потому что мы залезаем в гущу времен и мы видим закономерность того, что будет хорошо. Мы понимаем, что вот это все плохое, это вот просто чик на минутку. Добрый день, Лея Артемовна. Здравствуйте, Артемовна. С прошедшими вас праздниками. Спасибо. Спасибо, что пришли в нашу студию. С Новым годом, с новыми успехами. Дай Бог, что будет год справедливости и счастья. И победы. Спасибо, Лея Артемовна. Будем надеяться, что год в целом будет удачный. До Нового года у вас вышла книга, называется «Все тайны в имени твоем». Можете рассказать об этой книге? Ну, знаешь как, я выпускница выпускников Ачаряна. Мои преподаватели университета много рассказывали о нем с огромным уважением. И я вот с юности преисполнена уважением к Ачаряну. Но когда читаешь его словари, зла не хватает. То есть все отдал першам, туркам, тюркам, латанянам и бог знает кому. Да, и еще и иудеям, конечно, в огромном количестве. Слушай, ну тогда хорошо, при Ачаряне не было технических методов исследования языков, кинетики народов, которые есть сегодня. Теперь исходя из всего этого, получается, что мы самый древний сохранившийся народ. Теперь древний сохранившийся народ сидел без своих имен, ждал, когда появятся на мировой арене эти персы, жиды и турки, чтобы у них имена перенять. Как это может быть? Это вне человеческой логики. Ну вот я пыталась восстановить эту логику. Хорошо получилось. Я знаю, что вокруг этой книги много дискуссий, обсуждений, потому что очень необычные имена. Вы считаете, что они имеют армянские корни. Можете вот некоторые, которые для наших слушателей вообще не являются армянскими, рассказать вот о самых... несколько вот выделить. Ну вот мое самое любимое имя Константин, это мой покойный муж. Мы уверены были, что имя латинское. Теперь, первый император, который был Константином, это было его ненастоящее имя. Он взял это имя Константина. И еще в конце был Ус, Константиус. Поскольку крепницей римских императоров, византийских императоров были Фракия, Македония и Иллирия, которые были абсолютно армяноговорящими, мне стало интересно. И почему в конце Ус в конце концов? Потому что в пиктографии, когда смотришь учебу, образование, в армянской пиктографии рисуют плечо. Ус. Ус-анель. Не нарисуешь. У тебя кощечка покрытая глиной и палочка. Там аудиторию не нарисуешь. Нужны краткие символы. Ну вот рисовали плечо, а по-армянски ус. По-русски совсем другое. Можно другую игру, слову, устраивать. Ну вот. Кон. В армянском языке, знаешь, есть слово. Которое означает краеугольный камень. В геометрии это конус. У армянских католикосов и царей изданные указы назывались кондак. Так же, как сейчас контракт заключают. Или же краткое изложение текста было по-армянски коноспектк. Получилось конспект. Переставили тебе буквы и так далее. То есть кон – это нечто незыблемое, это основополагающее. И конакхар – это наши границы территориальные. Теперь читаешь. Кон – это наследник царского дома. Кон – это в данном случае это наследник, непреложный наследник царского дома. Конечно, буква С, которая встревает в слова, с которой начинаются часто слова и в латинских языках, и в русском языке. И это наш определенный артикль, который был в графаре «зэ», потом переехал в конец слова, в Ашхарабаре стал «э». То есть мы говорили «эсэган», сейчас говорим «эсэганэ». Но это тот самый «зэ». И когда сложное слово, он ближай в середину. Вот тебе и амус, потому что наследник царского дома в назидание всем. Вот буквально перевод этого замечательного имени. Мы Константинов называем дома и костями, и котами, и котиками. А это вот наследник царского дома. Очень неожиданная трактовка имени. Лея Артемовна, А в целом, вот если посмотреть, как сегодня называют детей, вот как вы оцените, насколько вот есть вот такие... У нас любят брать западные имена. Ну, это тоже брали как западные. Ну, какие-то имена, которые, в принципе, непривычны для нашего слуха. Если честно, поскольку мы очень древний народ, не просто древний, а древний народ – основатель культуры своей особой цивилизации, да, у которой есть свой архитектурный стиль, свой традиционный костюм, свой музыкальный лад, свое стихосложение даже, да, айрены, свой дресс-код. У нас все есть свое. Поэтому трудно представить, что можно иметь все свое, включая свои музыкальные инструменты, но не иметь своего имени. Поэтому я беру на себя смелость утверждать, что все древние имена армянские. Теперь почему у кого-то от этого пупырышками идет кожа, что это имя не персидское, а армянское, не еврейское, а армянское. Вот имя Давид, да? Убиваются, говорят, нет, наши. Слушай, Атярян у себя пишет в словаре, что это пишет имя иудейское. Потом приводят 258 случаев Давидов, которые упоминаются как цари, как князья, как участники Аварарской битвы, как участники церковных собраний, как авторы книг, как переписчики и так далее. Как так может быть? Чужое имя взял, и оно стало самым популярным среди правителей и среди грамотных людей. Там Давид пропал. Вот был миф, да, о царе Давиде. Все, после этого их не было. Они появились уже где-то в начале XVIII века и далее уже при подготовке этого Всемирного сионистского конгресса. А после него пошли Давиды в огромном количестве. Но я эти дырки не понимаю в истории. Я понимаю континуум. Вот Армения, даже не имея официальной государственности, Армения всегда оставалась на карте Армении, армяне всегда оставались армянами, армянская церковь оставалась, и был континуум. Не приходящая культурная жизнь армян. У других народов, к сожалению, этого нет. Она у них прерывается. А раньше мы были варягами, а раньше мы были другими. Лия Артемовна, вы упомянули армянские традиции, армянскую церковь. В связи с этим сложно не обратиться к теме, которая стала нашумевшей. В этом году впервые послание католикоса не было передано по общественному телевидению Армении. Как к этому относиться? Я в ожидании его выступления посмотрела выступление премьера. Премьер почему-то руки держал так. Это признанный знак масонов. Он случайно так руки держал? Или же какие-то изменения произошли в его жизни? Я не знаю. Что касается нашего пегапара. Объявлена травля. Травля из самых конусных уст, монуманатно, с этих сексуально ориентированных особей со всех концов света. Объявлена травля. Травлю, конечно, инспирирует Ватикан. В 1918 году, если помнишь, была попытка захвата церковного трона. Номер не прошел. Потому что мы слишком верующая чистая нация. Сейчас второй этап. Потому что не захватив армянский церковный престол, они не смогут превратить Армению в орудие против сил добра. Не смогут. Теперь в качестве кандидата выдвинули Михаила. Да, Михаила? Ну, не жалко парня. Он болеет очень тяжелой болезнью. У него гепатит В. Ему даже запретили принимать причастие. И что вот этого заразного человека в католикосе Армении, чтобы Армения стала вообще посмешищем, да? Причи во языцах. Во-первых, какое они имеют право вмешиваться в церковную власть? Католикосы правят до скончания своей жизни. Католикос, сколько бы его не пытались оболгать, это человек, который поддерживает наши устои национальные. Я никогда не забуду, из благодарности всегда вспоминаю, что когда был принят закон о гендере, он нас поддержал. По-всякому поддержал нашу борьбу. Когда закон был о церковном насилии, семейном насилии, то же самое. Церковь Армянская нас поддерживала. Всегда. Причем совсем не обязательно, чтобы лично он. Это институт, который, конечно, руководит он им, и который поддерживает все хорошее, что есть в нашем народе. Вот приезжал после моей предыдущей книги о Чайковском его далекий потомок, Денис фон Мек, его святейшество это указание и нас принял. Епископ показали сокровищницу Эчмиоцина на самом высоком уровне приняли. Потому что это люди света, это люди культуры. Выпускников нашей семинарии Эчмиоцинской ни с кем не спутаешь. Они образованные люди. Я как-то шла по территории Эчмиоцина. Это был день памяти Васкина Бегапара. И в этот день отмечали они. Я не специально поехала, так совпало. И я со своими гостями уже выходила из территории, слышу, знаете, два мальчика разговаривают, семинариста. И так запальчиво они о чем-то спорили. Мне стало интересно. Я думаю, вот эти мальчишки летом где-то по 14-15 было. Думаю, о чем интересно они рассказывали. Они спорили о стихосложении, Зара. Ты понимаешь, вот мальчики этого возраста, что угодно можно предположить, да? Они замечательные. дай Бог здоровья нашему католикосу, всем этим замечательным людям, которые там служат во имя Света. Но их, конечно, очень мучают. Светская власть их лишает и денег, поэтому они не могут закончить ремонт. С ними обращаются, как рикетиры обращаются с овощниками, понимаешь? Это плохо. Я надеюсь, одумаются, потому что стыдно. С армянской церковью нельзя так поступать. Это святая церковь. Еще одно событие произошло в начале января, тоже, которое никак с армянским народом не должно ассоциироваться. У нас 1 января, в день рождения нашего национального героя Гарегина Нажде, несколько провокаторов провели неонацистский марш. Как можно объяснить, какие цели у них были, кто они и зачем они? Есть Карабас-Парабас, который за пределами Армении. Ему нужно Армению проглотить. Он любых кукол выведет на арену. Любых. Он этих гомиков назначит министрами. он что угодно сделает. Он безграмотных фашистов, молодчиков выведет на сцену. Ведь видно, что театр? Видно, что театр? Если бы мы знали, что среди нас есть такие парни, другое дело. Мы бы сказали, что вы лезетесь, что вы показываетесь, но нету их. Театр абсолютная постановка. Для того, чтобы была картинка завтра нам эту картинку пихали в нос. Только для этого. Какие угрозы носит театрализованная ошибка? А чтобы нас можно было в любую минуту окоротить, чтобы сказали эшчек? Вот вы, армяне, вы фашисты, вообще заткнитесь. Не имеете вы права сидеть за одним столом с цивилизованным человечеством. Вы потенциальные фашисты, заткнитесь. Для этого провокации для чего делают? Для чего берут вдруг в карман человека что-то украденное запихивают? Чтобы потом его обвинить в воровстве. Сейчас хотят обвинить нас в фашизме. Почему? Потому что мы хотим возвращения своих земель. Мы хотим возвращения семей, значит мы реваншисты, значит мы фашисты. Очень простая логика. В каком-то вашингтонском кабинете какие-то два придурка придумали, обрадовались, здесь поставили, всем раздали по копеечке, все довольны. Все довольны, кроме армянского народа, который за это еще пострадает. Обязательно. В ходе любых переговоров. Вот по поводу возвращения земель и реваншизма. В прошлом году был тяжелый год в связи с событиями в Арцахе. Как вы считаете, мы окончательно потеряли Арцах? Степанакерд не тронут. Там нету армян практически. Там никого нету. Там никого нету. Все двери запломбированы. Абсолютная пустота в городе. Так ведут себя знаешь кто? Процентщики. вот они в ломбарде взяли у тебя золотую брошку с бриллиантами в залог и ждут когда ты вернешь кредит с процентами. Они же в этот период не будут расковыривать эту брошку бриллианты доставать оттуда. Они ее будут бережно хранить. Степанакерд они собираются использовать как залог. В Степанакерде ничего не тронуто. абсолютно ничего. Каждый и жилой и государственный дом и любое предприятие запломбированы. Они это берегут до поры до времени. Они надеются что до своего хорошего времени. А я думаю что до нашего. Степанакерд теперь не тронут. А какие действия должны быть предприняты чтобы вернуть земли Арцаха? много чего. Со стороны может быть армян или со стороны властей? Ну знаешь как вот это год выборов 24 год 52 страны будут выбирать своих лидеров включая тех лидеров от которых зависит наша с тобой судьба. вот они будут избраны утвердятся и приступят к тем программам которые они удерживали до поры до времени пока обретут долгоиграющую власть. После этого я так думаю что пойдет поворот. в лучшую сторону. Да конечно в лучшую сторону. Значит когда ко мне приходят мои друзья армян обеды происходит удивительное тонус повышается. Мы все полны оптимизма армян обеды потому что мы залезаем в гущу времен и мы видим закономерность того что будет хорошо. Мы понимаем что вот это все плохое это вот просто чик на минутку. Да я понимаю жизнь человека коротка. Но что для нас с тобой важнее мы или Армения? Конечно Армения. Наши дети важнее и Армения. все будет хорошо. Конечно мы можем способствовать этому. Конечно мы своим бездействием унынием тупостью можем отодвигаться в момент победы. Но и победа будет обязательно. Обязательно. И сказать не сказать. Скажите вы уже заинтриговали и меня и зрителей. Я так думаю что до 30 года выйдем к морю. к черному. А какая тебе разница? Какая тебе разница? Нам море нужно. Нам море нужно. Будем ждать этого события. Нет вот надо этот момент придвигать. Придвигать потому что те люди которые мечтающие когда приходят ко мне они полны уныния они полны пофигизма этого как армяне называют обижник утюна потому что если ты не практикуешь чтение твой мозг скукоживается твоя душонка скукоживается и ты превращаешься в просто пугливое животное которое готово пойти на поводу у кого угодно вот как эти мальчики пошли фашистами вырядились потому что дураки необразованные если бы они были образованными людьми и только три книжки прочитали они бы на это не пошли они бы себе не позволили они бы некоторые из них искренне клотнули наживо потому что он три книжки прочитал и все три про это нужно все время тренировать свой мозг и свою душу нужно читать книги нужно перед сном молиться нужно заниматься детьми не допускать чтобы они жирели от магазинной готовки чтобы они тупели от айфонов чтобы они не представляли что такое коллектив и дружба вне этого человек не человек если у него нет понятия о коллективе и о дружбе все делается для этого почему нет заводов больших чтобы не сколачивались коллективы больших проектных институтов почему нет для этого они боятся коллектива вот эта сила зла она ужасно боится коллектива потому что у нас поговорка есть это дружбе канди геран кэкотри а дружбе цвахумен лея артемовна я уверена у вас в планах наверное новые проекты возможно новые книги расскажете ну вот сейчас наконец буду писать второй том павлики я сделала такой вираж после павлики она написала про чайковского написала имена а вот сейчас уже время писать второй том потому что я буду писать об именах апостолов об арамейском языке и вселенском хране в связи с этим будем ждать новых книг ваших буду стараться спасибо вам большое Лея Артемовна что сегодня пришли и за интересную беседу спасибо Зарочка спасибо тебе спасибо вам вашей замечательной фирме и рябун спасибо